Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль Ну вот сегодня мы решили опять сходить с Юрием Петровичем за форелькой Всем привет! Так как в прошлые выходные мы на эти выходные планировали поехать за Хариусом Это у нас, к сожалению, не получилось из-за погодных условий Потому что вчера была суббота, весь день лил дождь И только вот уже в 2 часа ночи я просыпался, посмотрел, что дождик закончился Уже как-то солнышко появилось, но еще пасмурно Поэтому решили на эти выходные мы поездку отменить И на следующие выходные, если не сглазить, у нас запланирована поездка на Белое море На несколько дней будем рыбачить, отдыхать, в Белом море треску ловить Поныряю я там, много чего интересного запланировано Не знаю, лишь бы не сбилось, погода не подвела Сегодня у нас, как я говорю, уже штиль Там вот даже на озере видно, вообще гладь стоит Хорошо очень Комаров пока еще нету Медведи, как многие говорят Когда вы встретите медведя, не дай бог Еще не встречаем Но как мы его отпугиваем Просто мы постоянно идем, разговариваем Если медведь, он все-таки будет, он все равно нас услышит, и он отойдет Вот, ну а когда я хожу один, как я уже говорил, я включаю просто музыку на телефоне и пошел Потому что самое страшное, это с медведем, наверное, встретиться лоб в лоб, вот так увидеть его Это, наверное, самое страшное Потому что он от неожиданности может броситься на тебя Вот, а так вообще они не бросаются Медведь это самый трусливый зверь Поэтому если он тебя слышит, он всегда отойдет, если он не раненый, не больной Так что пойдем ловить форель Я надеюсь, честно говорю, сегодня у меня надежда есть, что она все-таки поклюет Получше, чем в прошлый раз Потому что в прошлый раз только я поймал три Юрий Петрович, к сожалению, так ни одной не поймал Но в этот раз он взял спиннинг, блесенки Я надеюсь, что он в этот раз реализует все свои возможности Ну ладно, а пока идем Ну вот, подходим уже к нашим местам Вот тут какая-то стояночка такая интересная Люди, наверное, сетками ловят Больше всего мне... Это у нас мясо, наверное, жарят Мясо, рыбу Вот этот топор больше всего заинтересовал Старый интересный Ну да, давно здесь уже никого не было Ладно, пойдем В лесу хорошо, особенно после вчерашнего дождя Тепло, хорошо Не знаю, прям рыбалка должна прям сегодня порадовать Ну вот Юрий Петрович уже готов Ловить он сегодня будет начинать вот на такую блесенку Не знаю, тут название не видно какое-то Вот 4 грамма Она вот такая красная Не знаю... Желтая, золотая Не знаю, должна что-то быть у нее Потому что мне она понравилась, честно говоря У Юрия Петровича вот такой спиннинг хороший Катушечка неплохая, я бы сказал Даже достаточно хорошая В районе 5 с копейкой Да, в районе 5 с копейкой Вот, спиннинг тоже Ну посмотрим, что у Юрия Петровича сейчас будет Я думаю, что с первого заброса должна килограмма на 2 И сломать сразу все Сейчас попробуем Щелк сходу Я пока еще не готовился даже Бежит красиво, видно Маленькая Вот так, Юрий Петрович Первый же заброс Первая форелина Слушайте, я... Я даже сам не ожидал Я такой смотрю на эту самую На блесенку Вот так бывает А тут разкин на тебя Да, до самого берега брала Она взяла-то уже вот здесь Не зря камеру достал, Юрий Петрович Ну там маленькая, пусть живет Своей ее нужно было отпускать Блесна, главное, рабочая Блесна показала, что рабочая Ладно, все, второй заброс не будет ловить А то уже самого хочется спиннинг забросить Так, ну вот я начинаю подготавливаться Ловить я сегодня буду Вот сейчас вот у меня такой чехольчик Это на Алиэкспрессе заказано Мне очень понравился 300 рублей стоит Не знаю, для блесен очень хорошая вещь Для крючков я вот таскаю Здесь у меня вертушечек Несколько штучек Именно для форели Ну а здесь блесенки На которых было крючочки, блесенки Ну вот две самых хороших Это вот эта, вот эта И вот такая красная Это дорогие, все остальное подешевле Рублей по 100-200 Ну ловить я сегодня буду опять же На свою излюбленную Вот 5-граммовочку Не знаю, название Смит ЛТД Не знаю, как название ее Вот такая она В магазинах они часто встречаются У нас на севере, в рыболовных Очень хорошо они себя показывают Сейчас буду одевать и ловить на нее Так, ну вот он Мой первый заброс На сегодняшней рыбалке Вот, к сожалению Далеко не получилось закинуть Сейчас посмотрим Вода, конечно, прозрачная стала Намного лучше, чем в прошлый раз Поэтому рыба должна блесну уже видеть далеко Ну посмотрим, что у нас будет Блесна бежит, как хорошо И, к сожалению, пока ничего Оттуда Вот там всегда наклевала Если это на удочку докидал Там свал такой получается интересный Ну не знаю, время у нас есть Время часов 11 сейчас Половим еще, походим Ну все У нас пока здесь больше, к сожалению, ничего не было Ни поклевок, ничего Юрий Петрович только оторвал блесну свою Хорошую Поэтому Это не самое страшное Не, ну это понятно, что не самое страшное Обидно просто Тут же на ровном месте Это бывает, все это нормально Поэтому теперь он будет ловить вот на такую Тоже интересная такая Ну посмотрим, что будет Вот, а пока пойдем тихонечко вдоль берега Будем искать места, где можно закинуть Там будем ловить Да, тяжеловато здесь везде подстроиться Под этот затопленный лес Очень Здесь все как-то в корягах Вот зимой, что могли, деревья, конечно, поломали Немножко Что хоть закидывать можно было Но к берегу было не подойти Да и пилы с собой не было А было хоть Три-четыре места подвыпилить Таких поинтереснее Оп Ну с другой стороны Людей не так много ходит Сюда Потому что здесь очень тяжело ловить Проблематично Не знаю, пробовали что-то, ловили-ловили мы Что-то и ничего не выловили Юрий Петрович уже несколько Три блесны или две оторвал Я пока, слава богу, ничего Ну сейчас пойдем дальше ловить Юрий Петрович оденет Опарыша А я пойду все-таки На блесенку искать Может где-то встречу какую-нибудь Дождик накрапывает маленький Грибной Не знаю, грустновато, конечно Рыба плескается, но брать почему-то блесну не хочет Видно все-таки Наверное, парыша ей надо Сейчас, секундочку Еще одну привязываете Еще одну привязываю Куда деваться Я жарю, еще не все блесны Оставил здесь Еще парочку есть Я потом приду ближе к осень А, ух ты Вот хорошая сыграла Прям вообще такая Грамм 400, наверное Вот там Блин Попробую-то Надо все-таки, наверное, парыша пробовать Так, сейчас попробуем все-таки Та, которая плескалась Нет, ну вот прям Вот ей прям К носу кинул Нет, не хочет сегодня Наблеснуть почему-то Бывает у нее такой В период Не берет она ни в какую О, есть А только скал не берет А она взяла Ай, блин Блин Жалко Про самый берег Да, ушла Ну, рыба есть, Юрий Петрович, уже радует Поклевка была Ну, такая, грамм 300, наверное Ну, да, не такая маленькая, как это Первый раз у меня клевал Да, Юрий Петрович Ну, ладно, все Маленькая, здесь уже нормальная была Да, значит, будем ловить дальше Так, Юрий Петрович Пробует на удочку ловить Так Клюет Подождите Пусть засосевает Офигеть Давайте Ух ты Какая хорошая Давайте, давайте, Юрий Петрович Вы ее хоть Ух ты Блин Здоровая Ну, вот сюда выводите Оф, какая хорошая Я же говорю Вводите прямо в траву сюда Ох Как она Удочку выше, выше, выше Давайте 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 Еще, еще Вот это форелина О, yes Открыл и я сезон Слушайте, ну вот с полкило Даже не больше Меньше Даже пол более, наверное Ну-ка покажите, Юрий Петрович Красавица Ох Ну-ка Ах ты Вот это красоточка Да, Юрий Петрович Какая она, кажется, желтая Ну Красота Ну, как вам Вот что, значит, рыбак подскажет Да Юрий Петрович Сам не стал ловить Хорошая Видите, она сразу На заглот Щелк Все, есть С полкило Битых Есть Их там несколько штук Прыгает Видите, как хорошо Да Красава Блин, я таких давно Форель не видел Желтая Ну, это под цвет Именно воды Берега Какая красоточка Так, ну попробуем Дубль 2 Там она еще Прыгает Какая-то Сейчас, Юрий Петрович Раз И зацепит Так Первый Блинком Не всегда бывает Так Что там Парыш цел Парыш цел Бывает Сейчас Как Жахнет Так Дубль 2 Оп Подкручивайте Еще, еще Подкручивайте Юрий Петрович Нет Там мелко Мелко Подальше от берега Вот Все Нормально Если есть Она увидит Она на шум Должна По идее Среагировать Тихонечко Подтаскивайте Вот так Чуть Тащись Тащись А то за корягу Сейчас зацепится Не, не Оттаскивайте От коряги Есть же Есть же Есть же Да есть Юрий Петрович Может хватит Уже Вылавливать Всю рыбу Здесь О какая Хорошая Давайте Давайте Так Так Выводите Выводите За две минуты Две И две Достойных Форелины Вот Подсказал На свою голову Запуталась Я же говорил Вот так Тихонечко Раз-раз Она и играет Хорошо Вот она Смотри Тут вообще Она запуталась Она не успела Схватить Просто Так она Схватила И потащила Смотрю По плавок уехал Я видел Ну туда Ну сколько Ну еще Вот такие Прям красотки Я бы сказал Да Вообще Зачетные Рыбинки Приятно таких Тащить Да И еще Когда за Две минуты Вот если По камере Посмотреть Это ровно Пять минут Две штуки Два часа Ходили Не поймать Было Две минуты Взяли Муху есть Уже всем Уже радует Не зря Ходим Ну вот Камера Сама Почему-то Автоматически Выключилась Ну вот такая Форелечка Не знаю Хорошенькая Конечно Не как у Юрия Петровича Но неплохая Ладно Будем ловить Пока дальше Вот рыба У нас что-то Не ловится Вот одно Я поймал Поэтому Удочки у нас Закинуты Решили мы Сальца Перекусить С хлебушком С Юрием Петрович Ммм Сало копченое А запах-то Какой Запах Да Непередаваемый Я бы сказал Ну и у рыбы Сейчас обед Что-то она И плескаться Перестала Поэтому Сейчас мы Перекусим И будем Опять Наблюдать За павловками Будем надеяться Что они Прям будут Под воду Уходить Один за одним Но это Только надежды Ладно Павловим Еще пока Время позволяет Пришел Заброс Сразу же Поклевка Не знаю Посмотрим Что-то Ох Хорошие Экземпляры Ну Ё-ка Рене Бабай У меня Прям слов Нету Ребят Ну прям Сами Видели Блин Грамм Триста Четыреста Четыреста Хорошо Прескалась Да Чувствую Сегодня я Без Жареной Форели Останусь Обидно Ну вот Дорогие Друзья И закончилась Наша Сегодняшняя Рыбалка За форелью С Юрием Петровичем Значит Честно Сказать Грустно Очень Грустно Рассчитывал Я сегодня Что мы Больше Поймаем Но Пойманы Всего Нами Вот Три Форелинки Одна Такая Наверное С полкило Это Грамм Четыреста Это Грамм Сто Конечно Хотелось Б Побольше Хотелось Б Побольше Да Повторюсь Но К сожалению Рыбы Не было Не знаю Вот Пришли Она Еще Как-то Прыгала Сейчас Видите Штиль И Рыбы Просто Напросто Нету Вообще Нету Даже Мелочь Не Плескается Но И Комаров Нету Видно Все Таки Еще Ни Машкары Ни Комаров Нету Поэтому И Рыбы Нету Будем Надеяться Что Через Недельку На Белое Море Через Две Недельки Наверное Все-таки За Хариусами Я уже Уеду На Выходных Ну А на Неделе Я Еще Думаю За Куньками Сбегаю Есть Тут У меня Одно Озерцо Недалеко Тоже От Североморска Вот Вот Такие Куньки Правда В одной Почему-то Ямке Они Все Время Стоят В прошлом Году Мы там Были С Юрием Петровичем Не знаю Может быть Получится Вместе С Юрием Петровичем Сходить Ну посмотрим Как на работе Дела Будут После работы В 6-7 Можно уйти И Так В связи С полярным Днем Можно чуть Порыбачить Будет Ну посмотрим Все А так А Ну оторвал Юрий Петрович Сегодня Все что мог Вот эту Блесну Обидно Мне вот Очень жалко Его блесеночку Такую Очень хорошая Блесеночка Желто-красная Вот Ну Наверное Себе надо Приобрести Такую же Я уточнил Сколько она 450 рублей Стоит Не знаю Юрий Петрович Сегодня Дорогая Рыбалка Очень дорогая У меня К сожалению К радости Я сегодня Ничего не оторвал Ни одного крючка Ничего Вот Поэтому Я сегодня Отделался Малой кровью Ну практически Да Я ничего Не оторвал Вот Но Юрий Петрович Сегодня К сожалению Потерял Достаточно Много Приманок Поплавков Ну Это затопленный лес Тут по-другому Не может быть Вот Ну Ничего страшного Главное Живы Здоровы На рыбалку Сходили Выходной Провели Получили Положительный Заряд Бодрости Энергии Я думаю На несколько Рабочих дней Должно Хватить Ну все Ребят Всем счастливо Всем пока Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова